Один из самых, наверное, запоминающихся моментов для меня был это приход вообще во власть в свое время. Я пришел на работу в 99-м году в администрацию города на должность первого заместителя, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства. В первый же рабочий день я прихожу с утра, значит, там 8 утра на работу, наглаженный, нарядный, первый мой рабочий день. Администрация города, огромные планы, амбиции, возможные иллюзии. Тогда какое-то время исполнял обязанности заместителя главы именно по ЖКХ и благоустройству Герман Шаевич. Шаевич так зло на меня смотрит и говорит, Слышь, первый заместитель, у тебя почему полпаркового без воды? Ну, я в то время вообще плохо представлял, что такое полпаркового, и тем более не понимал, почему они без воды. Сразу пронеслись мысли, что вообще нафига я сюда пришел, это вообще все не мое, надо срочно увольняться. Жил себе нормальной жизнью, что это меня вдруг занесло. Почему это? Я подумал, что, значит, я могу тут работать. Тут либо ты ломаешься сразу, да, либо ты действительно начинаешь учиться, начинаешь встраиваться в эту систему. Красивые кабинеты, большие начальники в костюмах, важные дядьки, да, и ты в их ряду такой же. Это работа, это тяжелая работа, работа иногда на износ, очень нервная работа, ненормируемая, потому что, ну, я работал начальником впоследствии управления ЖКХ, тогда уже была сотовая связь, и ты спишь с телефоном, то есть тебя в любой момент дня и ночи могут поднять различные аварийные ситуации, непредвиденные ситуации. Во-первых, это вот после 90-х разруха, которую нужно было просто восстанавливать. Это, по сути, антикризисное управление постоянное, и это переход на новые совершенно отношения в отрасли от планово-убыточных, как раньше их называли, к экономическим принципам управления, где нужно было внедрять новые методы управления, переходить на экономические принципы. Гипотеза очень простая, что, значит, дальше наращивать убытки муниципалитетов и государства в целом в отрасли невозможно, потому что они начинают просто отрасль убивать, ведь население платило только какую-то небольшую часть от всей стоимости коммунальных услуг. И в то время, в соответствии с решениями правительства, стали переходить потихонечку на стопроцентную оплату населения за коммунальные услуги. То есть дотации из отрасли уходили, бюджетные дотации. И мы попадали в ситуацию, когда нужно было и поддерживать качество, его было очень тяжело поддержать, с учетом того, что 90-е это были годы, когда не развивалась отрасль. И в то же время увеличивать платежи населения. Когда сейчас говорят нам, что тяжело в отрасли, что, значит, там вот индексы тарифов у нас там большие, мне на самом деле, значит, вспоминая те годы, это просто смешно слышать, потому что тогда рост тарифов для населения составлял разы. А это тоже дополнительный фактор, когда вот это тоже усугубляет ситуацию. И вот в таком вот котле различных изменений отрасль должна была существовать, выживать и еще и развиваться. Мы планировали конкретно, сколько будет сделано подъездов, сколько отремонтировано кровель, сколько заменено окон и так далее. То есть это было впервые в отрасли. Если раньше просто датировали муниципальные предприятия и говорили, вот, значит, безубыточная, безаварийная работа и так далее, то сейчас каждая копейка, она пошла уже на конкретные мероприятия, и мы спрашивали потом, сколько, значит, исполнено, сколько денег потрачено и так далее. Вот это был принцип уже перехода на экономические методы управления. Понимаете, система существовала совершенно в других условиях. Я должен показать убытки, защитить их и получить на это дотации. Когда тебя заставляют работать и отчитываться за каждую копейку, это, безусловно, вызывало определенное сопротивление. И это был очень непростой процесс. И люди, конечно, многие старые системы, руководители муниципальных предприятий, они хотели жить по-старому. Но надо отдать должное, все-таки большинство из них встроились в эту систему, поняли ее, и тогда выросла целая плеяда руководителей, которые уже действительно мыслили по-новому. Пришла молодежь, в том числе и я тогда был достаточно молодым человеком. И потом из них уже формировалась команда, которая руководила отраслью, выходила на ведущие посты, кто-то уходил в бизнес и так далее. Но это все люди были очень профессиональны.